Движение Таблик Движение Таблик, которое появилось в 20-х годах или в 30-х годах прошлого века в Индии, Дели, местечке в районе Мимат. Движение на самом деле называется пацифистским, они не политики, а политичны полностью, как бы говорят так. И внешне они безобидны, и даже у многих возникает вопрос, что ну ребята вообще нормальные. Они подекольку ходят, призывают, вот как Ирик Хазрет даже в принципе показывал некоторые их технологии, что вот надо всех любить, всех хороших. Вот. Я конечно с Ирик Хазретом полностью согласен, но вот то, как это преподносит Джамат Движение Таблик, очень извращенно. То я сегодня постараюсь вот это оставшееся время быстро. Конечно жалко, что времени очень мало. Жалко, что времени очень мало. Ну конечно и спасибо, что вообще дали нам это время. Могли бы вообще не давать. Это даже не последний шал австричный. Ну я надеюсь. Вот. То богословский взгляд и немножко психологический. Значит, как определить ислам или исламийский культ? Значит, во-первых, во-первых, деструктивный культ, можно называть еще его НРТ, новое религиозное движение, это всегда название, специфическое название. Ислам, мы все мусульмане, в Коране тоже так говорит, он назвал вас мусульманами. И поэтому, если появляется какой-то вот человек, который вас зовет куда-то, где есть какой-то там писем, какое-то громкое название, как хиз, тахри или таблик, или еще что-то, 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 то надо сразу быть осторожным. Потому что, когда какая-то община себя ассоциирует с каким-то названием, это уже не сунно, это уже не путь пророка Мухаммада, не его метод. Второе, это специальная литература. Специальная литература, кроме которой адепты культа ничего больше не читают и не признают, и тем более они ее постоянно штудируют. Они ее штудируют от начала до конца и потом опять заново и опять и говорят, что надо вот только эти книги читать, установленные нашими шейхами. То в джамлату таблик такими книгами были это ценности деяний, ценности зикра, ценности намаза, ценности Корана, ценность таблика, ценности Рамадана. На самом деле книжки, я, честно говоря, не знаю, почему они стали запрещены, там больше сказок и каких-то суфийских преданий, небылиц, слабых, недостоверных хадисов, но при этом эти книги, вот эти ценности, они читаются на протяжении лет, то есть из года в год, из года в год, из года в год. И ребята, которые выходят, присоединяются к этому движению, они вот с этими книгами и спят, и живут, и просыпаются, и засыпают. От начала и до конца. От начала до конца прочитывают их раз, прочитывают второе, и так длится годами. Особое собрание, а, то, что касается второго пункта, конечно же, мусульманин должен помнить, что у нас есть Коран, у нас есть изречение права Мухаммада, алейхиссалату ассалам, и мы туда-обратно читаем только Коран мусульманина. Мусульманин мы туда и обратно, то есть мы закончили, заново начинаем только Коран. И пророческие хадисы, конечно же, достоверны. Какую-то другую литературу, то такое внимание уделять ей, достойно ли она этого, то если посмотреть Ресали и Нурса, и в Нурсе у них вот эти сборники Ресали и Нур, они также их читают, плюс читают их часто без перевода на старотурецком, там говорят, какой-то Нур особенно есть, надо их читать. Хизбут Ахри у них также есть сочинение имама Набхани, их имама Набхани, в которой тоже они их прочитывают, перечитывают, и вот они только их читают. И объясняют чем? Тем, что именно эти книги дают им правильное понимание религии. Третье особое собрание, нередко тайное, обязательное, желательное присутствие у них, и контроль присутствующих. Это также происходит во всех, в принципе, псевдоисламских направлениях. У мусульман у нас есть ежедневные встречи по возможности в мечети на пятикратном намазе у мусульман. У мусульман есть еженедельные встречи на джумхан намазе, есть ежегодные встречи на гаид намазе, на праздничных молитвах, на Курбане и на Рамадане. Есть встреча, у кого есть для этого возможность, это в Мекке во время хаджа. Какие-то остальные собрания, тайные, какие-то сходки, совещания, каких-то вот идеях, то это все не из ислама. Наличие четкого устава внутренних правил, тортик, которые восстановлены лидерами этих культов, то вот так же псевдоисламские культы отличаются от именно классического ислама. Это какой-то внутренний устав, который часто взят, может быть, частично из Корана, из хадисов, частично придуман лидерами. И нередко адепты направлений, таблига, допустим, да, они так говорят, тортик, у нас есть тортик, у нас тортик, и мы должны ему следовать. И вот они вот эту терминологию часто используют. Это не по тортибу, это по тортибу. И даже говорят, что таблик бедоадов не терпит. То есть странно, как бы такое вот, что бедоад вообще это религиозное новшество, да. То, соответственно, если смотреть с точки зрения богословия, то таблик, он и есть бедоад. А табликовцы говорят, что вот наш тортик, наш порядок, который у нас установлен нашими лидерами, то его нельзя нарушать. То есть бедоад, наш тортик не терпит. Ну, как пример, допустим, вот приезжали мы в какие-то деревни, и нас угощали местное население, то обычно Амир лидер, он говорил, нет, мы не берем ни у кого подарки, никакие угощения, это у нас не по тортибу. Ну, а местные жители хотят нас угостить, что мы приехали, мы в гостях, как мусафиры, путники, а нет, мы вот будем, мы, говорит, не будем принимать, это не наш тортик. Вот. И пятое, очень важное, конечно, вот о чем сегодня, наверное, за уйдень идет речь, это наличие у деструктивного культа своя отличительная идея. Ну, во-первых, возвращаясь к вопросу, коллеги, нужна ли вообще идея? На самом деле, мы всегда возвращаемся к истории пророка Мухаммада, алейнис салат и ассалам, и можно вспомнить несколько фактов из его жизни, когда к нему приходили простые бедуины, простые люди, и спрашивали у него, что нужно, чтобы попасть в рай. И пророк Мухаммад, алейнис салат, ассалам, просто говорил верить во Всевышнего, не предавать ему за товарищей, не поклоняться никому помимо него, пятикратная молитва, пост, пост месяц Рамадан, и хач, либо закят, то есть разные версии хадисов. Потом, когда человек этот уходил, пророк Мухаммад вслед ему говорил, если кто-то из вас хочет увидеть человека, который попадет в рай, посмотрите на него, то все, как бы религия, она простая, там нету каких-то глобальных идей. И на самом деле, сегодня уже анализируя, почему я лично, допустим, попал, почему кто-то еще, некоторым мусульманам не хватает почему-то пяти столпов ислама и шести столпов веры. Вот то, что на поверхности мусульмане как-то начинают думать, ну там что-то должно быть еще. И вот я помню, вот когда вот я еще был как бы на пороге, я в первый раз учился в исламском университете в Тунисе, и на втором, на третьем курсе я уже стал понимать хорошо арабский, читать книги, слушать лекции, и мне вот эта идея тоже посещала, ну а что-то же должно быть еще в исламе, помимо пяти столпов, вот этих вот шахада, намазу, разазаки, отхач. Ну и вот как раз-таки попались табликовцы. Ну конечно же, опять же, если вы вернутся к психологии, то я живу далеко от, я сам из города Омска, 5-6 тысяч километров от родного дома, и соответственно не женат, уже много лет воздержания, и одиночество, и столовское питание, как бы все вместе это сыграло, то есть вот эта вот идея, что должно быть что-то в исламе помимо вот этих пяти столпов, потом вот этот психологический фактор одиночества, студенчества, вот, какой-то уже усталость от этой бесконечной учебы, и вот я познакомился с ними. То какая идея у таблиговцев? У них в принципе две главные большие идеи, которые они всегда вот как красное знамя развивают и предлагают. Первая идея это всемирный, да, в Латвии, всемирный призыв, говорят, что каждый мусульманин, он отвечает за то, чтобы дойти до каждого человека на этой земле и призвать его к исламу. И здесь надо оговориться, что в принципе любая исламистская секта, псевдоисламское движение, оно берет что-то из ислама, потом его разбывает. То, и конечно же, доглад, призыв людей ко Всевышнему, это часть ислама, то есть это какая-то одна частичка, но она раздутая до огромных пределов, плюс еще тебе вменяется в вину. И здесь вот методика манипулирования у таблигов в том, что вот ты наконец-то, когда человек попадает в таблиг, ему говорят, ты вот теперь обрел смысл жизни, ты теперь у нас вот стал избранный, можно сказать, ты заместитель пророка Мухаммада, на тебе лежит ответственная за весь мир, это великая честь. Люди, которые делают доглад, ходят в таблиги, они перед Аллахом будут иметь особое место в раю. И даже говорили такой вот бред, что Аллах, он призывает к себе самому, то есть надо стремиться именно к Творцу. Говорят, рай, он сотворенный, к Раю стремиться не нужно, нужно стремиться к Творцу, а не к Творению. Как бы, рай же он сотворен, а вот Всевышний он творец, то лучше всего стремиться к Творцу, а чтобы стремиться к Творцу, нужно обязательно делать доглад. Доглад, то есть призывать людей ходить, не спать, переживать за весь мир. И соответственно, когда человек, вот он входит в таблиг, его начинают нагружать чувством вины, нагружать чувством вины, что вот он виноват, он с сегодняшнего дня понял эту свою цель жизни, а он ее до конца не делает. И соответственно, чувство вот этой избранности. Ты избранный, ты виноват, ты избранный, ты виноват, избранный тем, что ты теперь обрел самую великую правовую миссию, и ты виноват тем, что ты не призываешь и ты не делаешь так, как надо. Постоянно в таблиге идет упор на то, что, вот шестой пункт, ты еще до конца не понял, НРД, это новые религиозные движения, тебе еще не пришло понимание, то если мы смотрим на пророческую практику, пророк Мухаммад где-то в хадисах мы не видим, а чтобы он с подвижниками говорил, ты еще до конца не понял. Есть там хадис, где один из подвижников другого укорил, что он чернокожий, и пророк Мухаммад сказал ему, в тебе еще до сих пор есть остатки невежества, но он не сказал ему, что ты еще ничего не понимаешь. И вот это само того, чтобы пророк кого-то укорял, что ты чего-то не понял, нет, наоборот, мы видим из изречения пророка Мухаммада, что ислам прост, то есть уверовать во Всевышнего, соблюдать пятикратную молитву, поститься, совершать хадж, и достаточно, но это минимально, то, что мусульману необходимо, а такие деструктивные движения, они постоянно делают упор, что у тебя еще нету, у тебя полного понимания. Соответственно, чтобы появилось понимание, нужно к ним присоединяться. Наличие лидера, наличие лидера нередко обкутанно в ореолом, сакральность. Почему я такую поставил картину, что у многих людей есть потребность, как вот, наверное, если в психологию смотреть, доставший почитание отца, почитание матери, или нужно за кем-то следовать, надо перед кем-то преклоняться, то очень много таблиговцев, они вот именно сидят на вот этом почитании индийских шейхов, то есть они когда говорят, мы едем в Индию, они даже не говорят, что едем на даават, мы едем навестить наших шейхов. Но это, конечно, еще с суфизмом сильно переплетено, потому что основатели таблига, основатель таблига, он был шейхом четырех или трех тарикатов, и, кстати, вот, суфизм почему-то сегодня очень активно пытаются протолкнуть в России, но вот Хасан Аль-Банна, который основоположник, Ихвана Муслимин, он был суфием, и из Ихванов Муслимин появились Сейхуты, Бен Ладан и 11 сентября, и, соответственно, на таблиг тоже он пошел, у основоположники были суфисты, то наличие лидера, и обычно лидеру приписывается очень много такого, что он чего-то понял, чего не поняли другие, ему что-то приснилось, ему что-то открылось, тайное знание, он что-то вот там чем-то проникся, и вокруг шейхов, вокруг вот этих лидеров всегда такой орел, орел такой о супернабожности, что они что-то знают, что они в курсе всех событий, которые происходят, то есть это вот всегда во кухне такое идет, то мы опять же возвращаясь к исламу классическому, то у нас есть пророк Мухаммада, алейхи салат, у вас садам, есть подвижники, есть великие праведные ученые, четыре имама, и также другие имамы, у которых мы берем знания, то какие-то вот новоявленные шейхи, новоявленные лидеры, это всегда сигнал для мусульманина, если его зовут в какой-то деструктивный культ, для него это должен быть сигналом, что если там кого-то ошибка сильно возвеличивает, то надо насторожиться, в таблике также есть упор на вторую идею, развитие адмена, то есть это прописывается в литературе развитие сверхъестественных способностей, в таблике говорят очень много про якин, якин это абсолютная вероубежденность в Аллахе, и это тоже часть религии, часть ислама, и это тоже что-то из суфизма, в Коране Аллах говорит поклоняйся Аллаху, пока к тебе не придет якин, якин здесь в этом аяте истолковывается как смерть, пока к тебе не придет смерть, то есть поклоняйся до самых последних мгновений, то в суфийской интерпретации, которая также перешла вот табликов именно они говорят поклоняйся Аллаху до тех пор, пока к тебе не придет вот эта абсолютная вероубежденность, и вот эта вероубежденность абсолютная, которую они называют якин, говорят, что в ней из-за нее, из-за ее отсутствия, сегодня мы претерпеваем все трудности, и мусульмане находятся в таком упадке, и каждый мусульманин должен стремиться к развитию вот этого вот якина, абсолютной вероубежденности, и они сразу говорят рецепт, что якин можно воспитать только через призыв, если ты будешь каждый день ходить на пути Всевышнего, призывать вот эти вот три дня, сорок дней, четыре месяца, каждый день 25 человек должен поговорить о величии Аллаха, одно и то же как мантру, повторять, 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 и реально как бы человек становится зависимый от вот этих вот разговоров, то есть если ты вот в день поговоришь 5-6 человек хотя бы с ним поговоришь с ним об Аллахе, расскажешь ему что-то, то реально как-то ты отправляешься, потом на следующий день ты не поговоришь, тебе как-то становится не по себе. И вот они, таблиговские идеологи, очень много внимания уделяют штудированию того, что таблиговец должен каждый день, как минимум, 25 человек, ты должен с ними поговорить о величии Всевышнего. В автобусах, в машине, в семье, друг к другу. Два таблига встретились, и вот они начинают Аллах творец, Аллах создатель. Только Аллах создал там дерево, кроме Аллаха создателя нет. Только Аллах создал бегемота, кроме Аллаха создателя нет. Только Аллах создал жирафа, кроме Аллаха создателя нет. И вот такие вещи бывало, они повторяют. И как бы говорят, от этого наш як-ин увеличивается, и мы уже можем свои проблемы решать напрямую через Аллах, не работая, не, допустим, даже хвалят всегда, ставят кого-то в пример, что какой-то там таблиговец, он сел на самолет, полетел в другую страну без паспорта, без визы, без билета. Как вот у него сильный як-ин, у него сильная убежденность. И вот все ими восхищаются, и так далее, и так далее. И все как бы стремятся быть такими, хотят. А когда речь ждет о седьмом пункте, о шейхах, то да, вот это люди, которые достигли великого як-ин. Вот. Адепты иногда всегда стремятся к тому, чтобы призывать других любовать свои ряды новых сторонников. То это да, я тоже на себе это испытал, то есть я ежедневно, ежемесячно и регулярно уезжал на три дня, на сорок дней. И вообще без очереди, то есть без особого тактипа уезжал при первой необходимости. То дети растут без отца, растут без родителей. То есть если мы смотрим традиционные религии, то они как существовали тысячелетиями, они существуют. И люди туда идут. А новые религиозные движения, им нужны новые сторонники, новые адепты. Поэтому они их ищут по улицам, ищут по домам, и пытаются их вербовать. Ну и конечно же, табликовцы ходили раньше по улицам, потому что он не был запрещенным. Три человека подходят к одному. Обычно выбирают мусульманина. Четкий инструктаж происходит. Кому подходить, как подходить, что говорить. Заученные формулы. То есть вот человек, допустим, я его встречаю, говорю, ассаляму алейкум, алейкум ассалям, вы мусульманин? Да, я мусульманин. Уважаемый брат, наш счастливый успех в этом мире и в будущем для всех людей без исключения только в исполнении приказов Аллаха по пути пророка Мухаммада алейкум ассалям. И человек, либо он еще не успел понять, о чем ему речь-то идет. А ты это говоришь, уже заученная фраза с убежденностью. И цель какая? Его привести, привести его в мечеть, привести его в дом, привести его в собрание, где собираются таблиги, и там продолжать его уже дальше активно привлекать к этой деятельности. И что еще интересно, в этом девятом пункте часто назначают мутакеллимом, с арабского переводится так и переводится говорящим. Говорящий, то есть именно человек только пришел, только вчера познакомился с таблигами, ему уже говорят, давай ты иди и ты говори. Он, конечно, его сопровождают более старшие и более опытные, но новичка заставят, ну как бы его побуждают, вот ты говори, ты вот это проговаривай. Ему могут даже на бумажке написать вот эту формулу, что воистину счастью, успех в этом мире и будущем для всех людей без исключения, только в исполнении приказов Аллаха, посуде пророка Мухаммада, али-салат, али-салат, али-салат. И он вот это проговаривает, и хотя по улице пять, шесть, десять раз с кем-то общаюсь, он это проговаривает. То он, конечно, уже изучая психологию, изучая другие секты, обычный прием, общемировой, общепринятый, вот этого проговаривания, что человек-новичок, когда его заставляют повторять все это, он сам укрепляется в том, что даже сам еще не понимает. Вот, все новички проходят, как правило, специализированные центры обучения. Ну, это Бангладеш, это Пакистан, Бангладеш — это Дакка, Пакистан, Райбонд, и в Индии самый главный центр — это Низамуддин. И там происходит обучение. Что очень важно еще сказать, что в этих центрах человек как бы погружается полностью в атмосферу таблины. Нету абсолютно ни минуты свободного времени. Все расписано по минутам. Начиная от ночного намаза Тахаджуд, потом ночная молитва Тахаджуд, ну, то есть мусульмане меня поймут. Тахаджуд, потом утренние зифры, потом утренняя молитва Джамаратам, то есть коллективная. Потом утренняя пробоведь, обычно двухчасовая, когда ты вот, ты вот, представь, ты проснулся в четыре часа, полчетвертого, ты стоял в ночной молитве, потом восхвалял Всевышнего, потом намаз, и потом двухчасовая, вот, с шести до восьми пробоведь. Обычно монотонная, обычно такая вот, не очень такая зажигающая, но очень и очень сложная, либо повторяющаяся изо дня в день. И потом другие, другие, другие деяния, и так вплоть до отбоя. И вот именно возможность включить критическое мышление, о чем-то задуматься, что-то взвесить, что-то вот там поразмыслиться, поставить абсолютно нет. То есть ты вот 24 часа в сутки в этом марказе, вот в этом центре, находишься в постоянных вот таких амалях, они говорят, амалях. И, соответственно, тебя постоянно побуждает, чтобы ты ничего не пропускал, ты толком не спишь. Ну, бывает, в центрах тебя кормят одной и той же пищей, а выйти на улицу покушать в кафе, полицая, говорят, вот эта пища, которая в центре, в этом марказе, в ней мур, в ней какой-то особый свет, ты вот не ешь там на улице, хоть она и халяль, но у нас в центре пища она. Там обычно рис и похлёбка, рис и похлёбка, чай такой сгудный. Вот. Вот этот десятый пункт, пребывание в этих центрах, я лично сам назвал это повышение духовного адреналина. То есть, мусульмане, мы же делаем намаз, мы ходим в мечеть, мы делаем зиквы, читаем Коран. Это наша повседневная практика, ты делаешь это по мере возможностей, по мере своих способностей, знаний. Как ты расставляешь реалитет и день, а здесь тебе навязывают порядок дня. И плюс, когда ты выходишь на вот эти выходы, их семинары, 40 дней, 4 месяца, порядок тоже очень похожий. Тоже сутки полностью расписаны по часам и по минутам. У тебя нет времени критически что-то подумать, посомневаться, говорят, домой не звони, ни с кем не разговаривай. Только вот тема даблига, тема дагвата и все. И как бы внешне ты думаешь, да, это все хорошо, молитвы, намазы, воспаления все вышлет. Но на самом деле вот сердце, твой дух работает на износ. То, что ненормально для верующего. Мы обычно должны работать и заниматься семьей, гулять с сыном, с дочерью, читать книги, чем-то заниматься. И, соответственно, и зикор, и намазу, роза, вот эти вещи мы соблюдаем. А здесь твой, вот этот вот, как допинг, очень мощная доза адреналина в сердце, которая просто возвышает твое эмоциональное состояние. И человек, пока находится в этом центре, либо находится на выходе с таблигами, он просто вот очумевает от эмоций. Ну вот я могу сказать сам вот по-своему. Просто вот эмоции зашкаливают, ты начинаешь всех любить, тебя все любят, ты такой хороший, тебя шею их называют, тебе там придут и ноги помассивают, и какие-то подарки тебе дадут. И плюс постоянно разговоры про доглад, что ты отвечаешь за весь мир. Потом наоборот говорят, ты виноват, что ты этот доглад не делаешь. И вот так вот ты в этом море, вот этом крутишься, потом ты возвращаешься домой. Два, три, четыре, пять дней проходит, вот этой атмосферы нету, и ты попадаешь в депрессию. Вот. И поэтому, когда встречаются два таблига, которые не на этих семинарах, не на выходах, они спрашивают, как дела, дорогой? Тяжко, слушай, надо ехать туда опять, в Индию или в Пакистан. То есть надо ехать опять туда. Потому что вот эта зависимость от этих выходов с таблигом, она уже стала как наркотическая. Уже нужно опять вернуться в этот центр, и там окунуться во все вот эти вот... окунуться во все вот эти амали, как они говорят, во все эти деяния. Технология, вот эта степ-бай-степ, это уступка за уступкой. Это универсальное, наверное, у всех сект, как я изучал это. И в таблиге то же самое. Его встречают на улице и говорят, ну хотя бы с нами пять минут в мечеть сходи. Он в мечеть идёт. Ничего там религиозного плохого нету. Таблига, просто вот удивляешься, где вот найти грамм между нормальной религией и найти вот это деструктивное исламское направление. То есть его понемножку, и вот от него пять минут в мечеть. Потом говорят, ладно, посиди хотя бы ещё немножко. А давай на одну ночь с нами останься за ночой. Или поужинай с нами, или позавтракай с нами. И вот это понемножку. И даже сами лидеры, лидеры таблига об этом очень сильно говорят. Нельзя человека вот так отпускать. Он должен хотя бы минуту пять нам отдать. Надо с него взять что-то, какую-то готовность. Готовность — это такая специфическая таблиговская фишка, когда идёт проповедь, призыв, рассказ о религии. Потом в конце говорят, а вы готовы выйти? Вы готовы участвовать? И надо, чтобы все таблиговцы, вот мы готовы. Потом уже спрашивают у него, насколько он готов участвовать в деле распространения ислама. Три дня, сорок дней, четыре месяца. Но вот эта технология, чтобы взять что-то понемножку, 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 она чётко прослеживается. Потом, конечно же, вот этот двенадцатый пункт тоже очень важный. Мы уверяем, что выход, присоединение к таблигу поведёт за собой решение многих проблем. То есть человек, допустим, у него долги. Ему говорят, ну давай присоединяйся, выходи с нами на три дня, на сорок дней, на четыре месяца. Он говорит, ну как, у меня же долги. Да ты выйдешь, Аллах за тебя расплачивает. У человека какая-то болезнь, жена болеет, или жена беременная. То есть есть ребята, которые просто оставляли на последний месяц жену беременную и уезжали на четыре месяца в Индии. И потом они рассказывают чудеса, что я вернулся и всё нормально, как балак сохранил. Рассказывают не были лица там про каких... Ну, может быть, это и было так, что где-то в Дели, или в Калькутте, или в Пешаваре, был пожар в каком-то районе. А вот именно дома-таблиговцев, которые вышли на четыре месяца, у них дома не сгорели. А у всех сгорели, кто не выходил. И вот так было, так бизнес у кого-то. Был товар, который не продавался месяцами, и он боялся выйти, но потом он вышел с ними на вот этот семинар четырёхмесячный, и потом вернулся, и всё продалось. То реально бывает, люди оставляют вообще семьи, бизнес, оставляют больных и уходят. Отсутствие возможности протестовать и спорить. У нас времени уже, конечно, мало. Протестовать и спорить. То есть это всегда говорится, что если ты слушаешь машеихов, сидишь на уроках, даже если возникают у тебя противоречия вопросы, задай их потом. Это вообще не задавай. Не надо их задавать. И возможность оспорить, возможность дискутировать абсолютно нет. Конечно же, каждый новичок, который выходит, и это тоже есть в других деструктивных направлениях, каждый новичок по поводу него ведётся совещание. Как он и что с ним, каков результат, есть ли вообще надежда, что он станет комблиговцем. То совещание идёт. То есть по каждому человеку в его отсутствии обсуждают его кандидатуру. То есть стоит его брать в таблину. Это не то, что брать. Стоит вообще уделять ему внимание или не стоит. Ну и, конечно, избавляются. То есть при мне несколько раз там, при мне, я лично, помню, это тоже я переживал за кого-то. Думал, вот этих ребят нужно, их же надо выводить. И как бы уделял им внимание. А потом, когда обращался к лидерам, они говорят, оставь его, а он бесполезно с ним заниматься. Понимаете как? Оставь с ним бесполезно заниматься. Пусть он что хочет, что и делает. И реально он мог сидеть там в этом Арказе, в центре в Индии, Бангладенше, месяц-два, кушать, спать, ходить. И уже всё, никто на него внимания не обращал. Потому что он уже для работы таблига, он бесполезный. В нём нету качеств, которые необходимо таблигаться. Ну и конечно же, традиционные религии, вход-выход открыт для всех. Вуховный элитизм, ну да, конечно, говорят, что ты теперь обрёл смысл жизни, ты самый крутой мусульманин. Остальные тоже мусульмане, но и до мискина где-то. Мискина они там. Они не поняли смысл жизни, они не поняли, что такое даалат и так далее. Ну и вот этот последний пункт, я постарался уложиться, это постановочный размах больших мероприятий. Это есть и у протестантов, хотя их уже признали традиционными. Это в Хизбе, наверное, тоже было. Вот эти вот шествия с плагами. В Крыму выступления, там тоже такбиро, луакбар, такбиро, луакбар. А у таблиговцев происходит и чтимай. То есть все ежегодные съезды в Пакистане, в Райвоне, и в Даке, в Бангладеше. В Индии там как бы, там уже большая часть не мусульман, и там сложности с правлением, с властями, а в Пакистане, в Бангладеше это свободно. Там происходят вот такие чтимай, они грандиозные. Их же и так много, пакистанцев генгальских. Миллионы их там, можно их там, без паспортов, никакого учета нету. И, соответственно, их много там собирается. И вот за счет этой огромной массы, плюс приезжают еще со всего мира таблики и сочувствующие, либо просто людей выдергивают. Поехали, там такой серьезный съезд, и чтима всемирные мусульмане, да, мальчики. За несколько месяцев идет подготовление, подготовка к этому, и чтима. Там, значит, такой огромный палаточный городок. Как-то все так вот. Ну, реально атмосфера такая вот, очень зажигающая, адреналиновая. Ну, наверное, вот нехорошо, возможно, но вот можно вспомнить Гитлера. Он же такой же был, мужичок невысокий, страшненький, необразованный особо, но он создавал, он одним из основоположников вот этих вот эффективных выступлений. То есть там иллюминация, музыка Вагнера, марш или огни. А? Да, путешествие. И через часок уже только он сам появляется, как Бог, и он пророк, призывает людей к какой-то идее, и люди зажигаются. То вот в сектах, в деструктивных исламских культах тоже есть подобные вот очень большие мероприятия, которые именно давят на эмоциональную сторону. Очень сильно давят. Но мы, мусульмане, знаем, у нас есть хач, то, что нам Аллахом установлено, есть поломничество, а вот это для нас такая альтернатива. А секты, деструктивные культы, они пытаются найти что-то такое, чтобы вот создать другую эйфорию в человеке, обманчивую. Ну вот примерно так, ребята. Субтитры создавал DimaTorzok